Вишневые, 19. В этом доме живет Роман Башлыков. Душа компании, активист и инвалид первой группы. Два месяца назад наш телеканал снял репортаж, в котором молодой человек рассказал, с какими сложностями сталкивается при обычном походе в магазин. Тут был бордюр, высота где-то сантиметров 25. То есть здесь преодолеть его было вообще нереально. Приходилось объезжать по проезжей части. Более двух лет Роман обращался в органы власти, но получал лишь отписки. И, наконец, месяц назад при ремонте улицы Вишневой на месте огромных бордюров появились скосы. Сейчас их высота составляет всего 4 сантиметра. Такие съезды нужны не только инвалидам-колясочникам. Переходить дорогу стало удобнее мамам с маленькими детьми и пожилым людям. Решить проблему Роману помогли активисты Общероссийского народного фронта. Сейчас они вместе составляют реестр недоступной среды. Список мест, где людям неудобно жить и передвигаться. Ремонтируют проезжую часть, дорогу, тротуары. Соответственно, не забывать, просто не забывать сделать съезд. Просто вносится в проект, в смету вносится сумма какая-то, если она вообще требуется. По большому счету, должно быть в каждом проекте съезды, пешеходные переходы, тактильные плитки. Это все уже должно быть заложено. Просто, если это не заложено, просто очередной раз напомнить строителям, администрации, что нужно это сделать. Пожелания обычных граждан передадут в органы власти. Активисты надеются, что это поможет маломобильным людям быть активнее, больше гулять и общаться, как это делает сам Роман. С улицы Весенний на Орешку, то есть получается где-то 8 километров в течение двух часов. У меня маршрут такой был в центр, это уже ближе, это я уже, можно сказать, не считаю. Там на стадион ЦСКА я ездил своим ходом тоже. Знаю ребят, которые из Песочни в Канищево ездили. В принципе, была бы среда, люди бы, наверное, мне кажется, больше бы ездили. Однако большие путешествия для Романа каждый день начинаются с маленьких подвигов. Выбираться из двора собственного дома он может только в хорошую погоду. От моста разбита, перед подъездом все разбито. То есть колеса в яму попадают, я оттуда уже выехать не могу, рама ломается. Коляски в течение, выдаваемые на 4 года, ломаются за два. Через двор, вот вы сами видите, проезд, это кошмарный просто. Сейчас пока сухо, во время, после дождя я выехать из двора вообще не могу. 27 июля он написал заявление с просьбой отремонтировать дорогу и отвез в управляющую жилищную компанию железнодорожного района. На себе прочувствовав непродуманность инфраструктуры городских учреждений. А ведь именно они должны быть образцом доступной среды. Ответ обещали дать в течение месяца, а пока Роману остается надеяться на сухую летнюю погоду, которая позволит ему наслаждаться свежим воздухом и посещать городские мероприятия.